я попросту хотел покатиться со своим братом куда-нибудь ну и предложил как бы дай мне мотоцикл себе такой же да поехали но как-то вот все так перевернулось что поехали всей компании ну ничуть не пожалели лично я хотел доказать своим друзьям что совка цикл тоже может доехать до хабаровска сначала было конечно это все как какая-то игра несерьезность казалось по сравнению с теми мотоциклами на которыми на которых мы ездим оказалось это как-то такое время числа потом когда уже проехали какое-то расстояние уже стал это действительно все намного серьезней и появился спортивный интерес чтобы доехать до места назначения и соответственно додумал обратно но я догадывался что он не едет действительно по сравнению допустим с японскими но ничего страшного привыкли к режиму такому езды привыкаешь быстро и принципе оказывается 100 километров в час это очень даже такая большая скорость пока уже казалось у нас сильно избаловала японская техника когда-то ездили и ездили спокойно люди там и по рыбалкам по охотам ну ну есть конечно определенные там недочеты у нашей техники ну например как у меня я допустим доехал были конечно не некоторые там нюансы но таких глобалок него первая поломка она была как выяснилось немножко позже она была очень мелкая и просто ее можно было устранить на трассе там же где встал первый раз ну не было элементарного запасного проводка с собой чтобы это проверить и сделать поэтому дотянули на телеге до первого автомагазина как раз вышел очень хороший электрика оказалось через знакомый через знакомого и все это быстро буквально в течение пяти минут все сделали исправили и полетели я говорю пацаны уже поняли что они попали себя виноватым считаю что мы просто не дожали мотоцикл не до обкатывали его не хватило как как всем строителям одного дня ну и нам тоже одного выходного чтобы обкатать это все конечно это неприятно такое ощущение что садишься за новогодний стол и ты просто стоишь недоемшим голодный просто то есть нет удовлетворения от того что ты не доехал до места назначения очень конечно было неприятно но обидно может поддержка была на всем пути то есть реально если вдруг какие-нибудь случились серьезные проблемы нам бы помогли потому что даже перед дальнереченском нам постоянно вот звонили наши итальянские друзья как мы выехали как как мы доехали дальнереченка только выехали уже звонили начали с хабаровска мы люди были так удивлены увидеть наше время 21 веке тот мотоцикл который был произведен там 40 лет назад это же результат он достигнут конечно было приятно радостно если пригласят обязательно поедут конечно обязательно с удовольствием готов хоть завтра а